упал со стула так 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 это это но это обычная соседка и и бояться не стоит у меня это впервые но у меня губа начинает трястись вверх добро пожаловать на совершенно новые криповые истории ну что ребята а думали не вернусь а я вернулся всем привет ребята и сегодня мы посмотрим криповые истории вышло два новых видео и все они супер интересны во первых это новая история расскажи мне сказку а вторая это вторая часть рейка что нам расскажут авторы во второй части ребята перед просмотром я вас прошу подписаться на мой канал потому что без подписки смотрят больше 70 процентов людей давайте поднимать активность и вместе мы сможем поднять статистику и вырваться в тренды спасибо большое но для вас старается рома субботин поехали смотреть ютус надеюсь здесь не будет скримеров студентом я заселился в коммунальную квартиру точнее это не совсем была коммунальная квартира это был старый кирпичный дом стал с большими потолка по любому москва москва или питер ромным метражом 80 и 90 такие квартиры час мне показалось там уже кто-то висит а это обычные три кошки класс вы уже меня напугали поздравляю 80 и 90 такие квартиры часто заселяли по несколько семей коммуналки большая часть из них превратилась в такие общие квартиры на несколько хозяин да 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 вот одна из комнат освободилась я заехал туда бабушка мама и остальные соседи мы жили как бы ну в одной этой штучке квартиры была трехкомнатной в одной бы жила старая женщина а жители да а когда не видел старая же чудо здравствуйте как ваши дела началась учеба я перестал обращать внимание на все что меня от нее отвлекало дверь моей комнаты выходил я закрывал ее на ночь но сегодня женщина куда-то уехала и дверь я оставил открытой было довольно душно ночью в другой комнате была полная тишина должно быть они уехали вместе я часто видел как женщина ходила к ним в гости в комнату ночью я долго ворочался и не мог уснуть мне постоянно что-то слышалось из коридора какая-то возня чья-то ходьба или даже дыхание ты бы я сейчас жил в такой квартире не было бы страшно потому что какие-то шаги всегда какие-то стуки я бы там вообще наверно не уснул я проспал наверное не больше 40 минут не знаю что меня разбудила но я почувствовал что на меня кто-то смотрит а что на кровати и глянул в коридор это так 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 это это но это обычная сосед и и бояться не стоит я пугался и поначалу старался не двигаться и я не мог понять сон это было или нет я решил медленно встать и закрыть дверь нет нет вопрос почему ты до этого это не сделал когда я ее закрыл я снова сел на кровать сон как рукой сняло сердце бешено колотилось и казалось бы все прошло но тут я услышал расскажи мне сказку я думал ты пришла рассказывать мне сказку рассказать папка старая я увидел как дергается ручка моей двери дверь задергалась сильнее мне сказку кускас кути рассказать у них грохотом отшлила они никого уже не было ты чё старый издеваешься слышал как дверь соседней комнате закрылась убежала мыши ушла в свою комнату смеется на следующий день я прождал сосед охереть чтобы рассказать об этом случае вот и теперь живи с такими соседями чё не себе позволяю я поставил новый дверной замок из отлично это чё ты чё это делаешь здравствуйте вы чё хотите от меня чё она просто убежала окей заглянул закрытую комнату чтобы высказать это сумасшедшие все что я думаю про жесткий но там ничего не было вообще это была старая заколоченная комната чуваки это впервые но у меня губа начинают трястись верхняя зачем сюда ходила соседкой с кем она тут смеялась я узнавать уже не хотел естественно в этот же день я не стал дожидаться соседку и свалил с этой чертовой квартиры сердце колотится я конечно не эксперт но в этой страшилке должна быть альтернативная концовка самом деле интересно в таком сеттинге послушать еще несколько историй это вот беготня по коридору мне понравилось ребята напишите в комментариях как вам эта история но прямо сейчас мы приступаем к просмотру рейк 2 здрасте 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 мы глянули первую часть ребята пересмотрите первую часть серьезно Прошло уже три года с того случая В деревне Три года Колодец был давно закопан А о том существовании ничего не было слышно Оттуда же рейк вылазил Вы помните, да? Мы шли с Владом вдоль реки Они вернулись Три года назад они вообще маленькие были Кто-то даже сменил прическу Стояла жара и мы ходили купаться День клонился к вечеру И уже немного стало темнеть Пока что все доброта Тут Влад что-то заметил на противоположном берегу Кто-то или что-то Здрасте Мы подумали, что это мог быть человек Которому нужна была помощь Нет, это не человек Поэтому не задумываясь Перешли на другой берег Там лежало это огромное дерево И мы часто по нему ходили Это ловушка Перебравшись на другой берег И вглядевшись в то, что лежало на земле Мы поняли Это совсем не человек Но это какое-то существо Оно дышит Какого хрена оно выжило? Вспомнилась та жуткая картина с нашего детства Эта костлявая рука В колодце, которая вцепилась в голову Владу Стала не по себе Ой, бля Тебя это напугало Ты что, совсем конченый, что ли? Влад тоже остановился Мы сидели за корнями этого дерева И наблюдали Оно не шевелилось И он надо было палкой потыкать Влад кинул камень Ой Тишина Что тут, Влад, ты идиот? Тогда мы решили подойти ближе И сфоткать эту штуку Она не реагировала на нас И должно быть Давно уже было Либо мертва, либо без чувств Оно дышит! Дышит! Недавно приближаясь Я чувствовал, как все сильнее и сильнее бьется мое сердце Так, не надо, пожалуйста Нет, 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 нет Оно было одновременно похоже на помесь Животного человека Абсолютно без шерсти В этот момент яркая вспышка телефона Влада Ой, бля, ебать, испугался Звук фотографий настолько страшный Похоже, он забыл выключить ее Фааак Ха-ха-ха Капец Я почувствовал сильный удар по ногам и упал А Влад отскочил Потом услышал истошный нечеловеческий душераздирающий крик Влад схватил меня за руку И уже через мгновение мы бежали сломя голову Я слышал, как за нами кто-то бежит Хриплое дыхание какого-то существа Неужели это был он, Рейк? Как он выбрался из колодца? Он возвращается! То есть должны быть еще несколько частей Вау Мы заметили старую ветхую лачугу Не задумываясь, забежали туда Дверь подперли какой-то палкой Тут я заметил, что это не совсем дом Это был какой-то старый вход в шахту Это его дом, наверное Наступила тишина Мы боялись дышать Тут услышали, как кто-то или что-то пробежало рядом Потом остановилось Мне это не нравится Я ходила под окнами и тяжело дышала Ой, блядь, ты совсем дебил! Блядь, я чуть не упал со стула Потом снова наступила полная тишина Я почувствовал дуновение холодного ветра за моей спиной И какой-то хрип или рычание Хватит! Глаза постепенно привыкали к темноте И мы увидели за спиной огромный зияющий проем шахты Окей Только не надо туда идти, пожалуйста! Будет же третья часть! Да и кто-то из вас не выживет! Что-то такое ВООУ! ВОУ! 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 Наберем 20 тысяч лайков Какого хера? Чуваки, я готов поддержать Криповые истории Переходите на оригинал И ставьте лайки Давайте быстро наберем 20 ксарей А если ты ждешь от меня реакцию Поставь лайк на мое видео Можешь, конечно, поставить лайк на то и на то видео. Ребята, не забывайте, если вы смотрите мои видео, то подпишитесь на мой канал, потому что без подписки смотрят очень много людей. Давайте это исправлять. Не прощаюсь с вами. Увидимся завтра на новом видео.